Добрый день друзья с вами канал Дали от города и я Нина Коновалова я очень рада приветствовать вас на своем канале кто-то сейчас на меня посмотрит раздражающим взглядом и скажет дамочка когда же ты уже определишься определюсь друзья но тогда уже будет скучно а пока я снимаю и показываю вам результат от эксперимента того или иного средства и неважно каким оно будет положительным или отрицательным во всяком случае меня это устраивает и я вижу что устраивает очень многих моих подписчиков к сожалению мы не молодеем а мы стареем и наши климатические условия меняются в худшую сторону а мне хочется содержать свой сад и огород в идеальном состоянии получать отличный качественный урожай и при этом применять органические минеральные удобрения которые абсолютно безопасны как для людей так и для окружающей среды а сегодня я вам хочу рассказать и показать о том средстве которое помогло мне ускорить и удвоить урожай но для начала я скажу что на протяжении нескольких лет я пытаюсь вырастить у себя в огороде ежемалину возможно этот кустарник в каждом регионе называется по-разному у нас называется ежемалина и у меня вроде растет вроде и цветет а ягоды такие были мелкие их было всегда так мало но мне хоть вот просто хотелось я хотела чтобы этими ягодами наслаждались а мой внук и наслаждалась моя мама мы переживем как-то и вот я сейчас вам покажу два куста расстояние между ними буквально полтора метра и я вам расскажу результат покажу даже результат один кустик я поливала просто водой поливала водой весной сдабривала немножечко зеленым удобрением а второй куст как весной я заказала себе суспензию хлорелла такие раз в неделю подкармливала второй кустик вот этой вот этим органическим минеральным комплексом и вот я сейчас покажу каков результат в общем вы просто увидите все наглядно вот я вам показываю два куста ежемалины первый куст ежемалины а вот он второй куст и сейчас мы посмотрим на них поближе расстояние у них чуть больше метра теперь я хочу поближе показать вот этот куст посмотрите насколько он усыпан ягодами нам пришлось даже опоры ставить поскольку ветки прям лежали на земле вот смотрите посмотрите вот за все время заскою пока я пытаюсь собрать хороший урожай с этого кустарника первый раз я сейчас вам покажу еще с другой стороны этот кустик вот смотрите я еще с другой стороны поднимаю показываю веточка все усыпано смотрите какие крупные ягоды это вообще я так мечтала чтобы уже добиться хорошего результата поскольку ну хочется мне чтоб нук кушал у меня эти ягоды хочется чтоб мама моя старенькая все-таки наслаждалась витаминами от этого кустарника и вот внутри смотрите так же все все усыпано ягодами в общем моя мечта сбылась посмотрите на второй кустарник который находится рядом он тоже такой ветвистый тоже зеленый нет никаких признаков заболеваний абсолютно и вот я покажу вам на что здесь происходит вот одна веточка с ягодами и вот вторая веточка с ягодами никакого урожая и так было на а нет вот нашла смотри вот две ягодки поспела но вот смотрите у них же уже сразу форма видоизменена сейчас я сравню сорву с этого кустика смотрите разница насколько крупнее эта ягода получилось видите вот она это с того куста это с этого и вот на протяжении уже многих лет я пытаюсь как-то добиться хорошей урожайности с кустов ежемалины и ничего не получается и у меня уже муж несколько кустов прям выкопал и удалил а 2 я еле сохранила спасла в надежде что все-таки у меня рано или поздно получится и вот общем то у меня получилось а знаете почему получилось я вам скажу что я как-то по весне же заказала несколько средств и значит и суспензии хлорелла и вот именно вот этот кустарники для себя начала сдабривать раз в 7 дней строго по инструкции подкармливать суспензии хлорелла под корень и раз в неделю я его опрыскивала по листу и вот посмотрите вот почему для меня важно не просто снимать видео и бла-бла-бла а снимать и показывать результат у меня еще чуть-чуть осталось концентрации суспензии хлореллы это биостимулятор который ускоряет рост и который ускоряет плодоношение ускоряет созревание это самое главное поскольку сейчас вы знаете очень какое-то какое-то холодное лето во многих регионах наблюдается сильное похолодание не типичное для климата того региона и у нас я говорила что вот буквально пару недель назад ночью было восемь градусов для волгоградской области это какой-то нонсенс поэтому конечно приходится выбирать что-то для того чтобы подкармливать и вообще вот если смотреть на свой многолетний опыт дачника и огородника еще 15-20 лет назад урожай собирался совсем по-другому и кроме собственно говоря мочевины до куриного помета мы ничего не применяли но сейчас это уже не актуально и почва плохая климат плохой ни одна ни один коровяк не никакая обычная органика не поможет для улучшения урожая если на улице либо дожди либо жара либо резкий перепад температуры поэтому приходится прибегать каким-то надежным средством и я прежде чем что-то себе купить что-то себе показать обязательно читаю 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 покупаю выбираю несколько растений на небольшом количестве на одном вот у меня два куста и же малины на одном я испробовал на другом не пробовал поэтому чтобы видно было результаты соответственно я вам выкладываю кому посредством те покупают ссылочку я в описании скидываю где я брала это значит официальный представитель официальный интернет-магазин производителя я к нему никакого отношения не имею и не рекламирую я с этого ничего не получаю поэтому зайдите посмотрите там ассортимент очень большой я себе уже сделала заказ на следующий кроме кроме суспензии поскольку на всюду на все те удобрения сроки там есть 36 месяцев 24 месяцев а на суспензию полгода но даже сейчас если ее применять то еще можно ускорить созревание урожая поскольку мне лично пришла посылка в течение пяти дней а урожай мы собираем до конца сентября поэтому я хочу чтобы вы мне верили я не рекламирую я показываю вам результат и показывают что можно применять а что ним нельзя применять и еще у меня хочу ответить на один вопрос у меня значит часто задают вопрос по поводу янтарной кислоты помогает ли она перчику да помогает помогает прыскайте но суспензия хлорелла концентрат точно также хорошо помогает при опрыскивании перчика по листу и вообще любой другой овощной культуры но вы же видели что мне обманывать все что я хотела вам сказать все что хотела вам показать продолжаем эксперимент пасынки которые я взяла с помидор укоренились теперь я их высадила сюда в открытый грунт позже я и буду наверное пересаживать в теплицу поскольку я планирую что они будут плодоносить дополнить позднее осенью сейчас я буду их подкармливать суспензией хлорелла налила 100 миллилитров суспензии и разведу в 7 литрах воды в общем надеюсь наглядный мой пример даст для вас какие-то сравнительные моменты и в общем то вы определитесь для себя может быть сейчас магазине там будут какие-то скидки может нет может быть партиями заказывать себе чтобы на следующий год у вас было у меня сейчас очень сильно заболели розы первый раз как будто сглазили меня так заболели розы что я просто не могу даже с той стороны выходить на улицу но я брала одно средство из этой серии и сейчас им обрабатываю розы и если у меня будет результат но я в любом случае буду снимать даже если результата не будет я все же сниму и покажу вылечила ли у меня вылечились ли у меня розы или нет а сейчас они становятся находится просто в плачевном состоянии вот я и верю что меня сглазили ну и все друзья на этом я с вами прощаюсь желаю вам хорошего настроения крепкого здоровья наслаждайтесь последним месяцем летом до свидания